я могу зарабатывать я могу заработать я закончил и до то что до здравствуйте лук спасибо что уделили время для нашей передачи начнем первый вопрос вашего детства я прочитала где-то интервью что вы признаете что вы продавали яблоки признаюсь они просто не гнили это у вас получается такая еще с детства была жилка к бизнесу продажам скажите вот для таких начинающих это все-таки должно быть с детства или это потом можно в себе выработать я думаю что это всегда можно себе выработать потому что история наша показывает что в 90-е годы когда произошел развал советского союза многие инженера учителя люди дали далекие от предпринимательства стали предпринимателями по вызову судьбы поэтому и сегодня многие из них очень успешные предприниматели до которых мы знаем может быть даже не знаем есть те кто но в моем случае это было я честно сказать не могу сейчас точно вспомнить откуда этот позыв пошел но я понял что я могу зарабатывать продавая яблоки то есть сама продажа не было скажем моим с моей страстью мне или как ребенка наверно больше восхищала что я могу что-то сделать я могу продать я могу заработать потому что после яблок пошло что-то другое и начал продавать и же другие вещи потому что увидел в этом возможность ведь предприниматель это человек и не только предприниматель вообще любой человек предприимчивый это человек который видит возможность там где другие эти возможности не видят ком это как появляется как вам не как в ребенке в ком-то это появляется чуть позже и скажу что те кто к этому приходит немного позже в этом ничего как бы не считаю нету это нормально они тоже начинают свой бизнес увидев возможности в чем-то конкретно это особая черта предприниматель людей потому что сегодня когда я разговариваю с родственниками с друзьями знакомыми которые говорят тут ишкалышкерек да как бы вот такое популярное да все слово ишкалышкерек надо бы бизнесом заняться но многие к сожалению говорят об этом как ну без определенной идеи и просто как бы ну вот ну заработать надо да а ведь в бизнесе это не есть основное то есть заработать приходит идеи которую ты вынашиваешь поэтому самое первое это то что должна быть идея и все кто смотрят я думаю что важно сказать что каждый должен найти ее надо найти свое скажем ту идею которая вас заставит просыпаться утром та идея которой вы можете заниматься часами не потому что это принесет денег а потому что вам это нравится в первую очередь считаете ли вы себя успешным человеком и что вы включаете в это слово но я считаю себя успешным человеком ну либо самодостаточным за благодаря тому жизненному опыту который у меня есть ведь что мы все хотим в этой жизни мы хотим гармонии мы хотим чувство внутреннего счастья осознание что каждый день который мы проживаем проживается с какой-то пользой он проживается в круге в кругу любимых и уважаемых тобой людей это самое важное важно жить сегодняшним днем важно жить с тем что ты делаешь правильные вещи и я считаю что сегодня я какой-то степени имею это состояние не и не что вы что я думаю что как любой человек как скажем ведь мы слепы по сути в начале пути да мы всегда слепы мы думаем что-то трава зеленее это у кого-то там конфета вкуснее а то что у тебя она может быть не столь ценно и вот это осознание ценности того что у тебя есть она приходит некая со временем да и частности я хочу сказать что после определенных каких-то падений даже ты понимаешь что не так то и там зеленее у тебя вообще-то все и хорошо вы не так давно испытывали определенные проблемы со здоровьем вы и пишите и говорите об этом какой основной вывод для себя вы сделали тогда когда вы понимали что у вас большие проблемы со здоровьем ну во-первых это как вы переживали да да в жизни к всему надо относиться благодарность это такая философия все что не происходит происходит не зря скажем с моей болезнью не скажу что к лучшему но не зря у этого тоже есть скажем свой урок это был тот момент когда вокруг меня и как вокруг многих таких ну скажем молодых успешных молодых видит видных да ребят было очень много всегда вокруг людей во вторых такая работа была публичная я везде выступал выходил и когда и такое чувство возникло найти какой-то момент такая слепая мысль что ты думаешь что ты незаменим тут реально такое бывает окрас как бы по голове бьет и но вот я заболел мне пришлось сделать операцию удалять эту опухоль и это конечно меня скажем отправила в такой бессрочный отпуск да и в тот момент я понял что я заменим как и любой из нас мы заменим и заменимостью приходит то что понятно что все кто были рядом кто был не по искренности с тобой как друг а по скажем поправить по интересам по профессиональным интересам понятно что ты уже больше им не интересен и ряды вот эти очень хорошо были отсеяны и это это было полезно я считаю что я вот хочу увидеть в этом такую знаете но не зря было значит потому что и это помогло понять кто есть то и что для тебя важнее я отмечу что для многих молодых ребят которые тоже смотрят хочу и девушек тоже не не забывайте что самые близкие всегда самые родные самые те кто будто с вами всегда в любой ситуации на коне вы под конем вы да всегда будут самые близкие это ваша семья ваши родные близкие ваши искренние друзья потому что для них вы просто улук вы там не кто-то там просто улук просто там бакет просто айгуль просто гульназа там так и поэтому цените это приоритетность никогда не менять важно всегда знать что вас приоритете ну лично для меня не знаю как для других вы ваша семья это как раз таки тот случай когда хочется учиться хочется присматриваться хочется даже взять совет как строить семью где видишь двух партнеров видишь дружных в первую очередь как мне кажется вы больше друзья чем даже супруги там или родители ну мне так кажется если это не так опровергните и вот есть какая-то формула лично ваша как надо выстраивать семейные отношения мы с моей супругой знаем друг друга уже практически 21 год мы с ней познакомились мы даже начали дружить 9 октября 1998 года здесь нету какой-то единый формула для всех которые работают это это однозначно я хочу сказать что мы вместе с гульназской выросли вместе практически но я ставьте мне 18 лет да я сейчас вижу 18-летний я я понимаю что я был очень молодой вы мы просто вместе выросли мы 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 учились друг друга мы учили друг друга я знаю моих друзей которые женились поздно это сформировавшиеся личности которые очень капризны они уже устоявшиеся какие-то традиции правила есть вот ему нравится чтобы вот так было да и он хоть как бы там а мы вместе понимаете мы учились вместе мы вместе вместе приобретали первую квартиру в кредит да мы учим она меня учит я ее учу и главное быть к этому открытым ну конечно где-то ты пытаешься отстаивать свое поле да да но это же жизнь и здесь главное вот как всегда гульназской говорит надо общаться да я у меня такая натуры надо я могу обидеться и молчать она там нет давай надо выговориться на одну как бы понятно что это больше женская наверно вы любите все расстраиваться на полочкам нам чуть сложнее это но я благодарен ей за 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 то что она у меня есть за то что она мне дала потому что она тоже мой учитель она мой друг моя любовница да все что хотите в ней есть и за ее поддержку в тяжелые моменты в хороший момент всегда потому что она единственный тот человек который может меня всегда дергнуть сказать дрывая не забывай на землю на землю спуститься то есть это единственный человек который может мне это так сказать и это будет принято но и нормально и я осознаю потому что было и она мой судья у нас дети же и понятно что сейчас они очень много занимают нашего внимания где вот когда признаться надо до времени на друг друга очень мало хватает потому что маленькому 6 лет он со своими играми и вниманием болтает там у него мыслей много и это тоже здорово но в этапы жизненных есть там на старшему три 17 нашей средней дочке 14 маленькому 66 вот он сейчас занимает ну а не занимает как бы правильно сказать он же наш ребенок но ему требуется очень много внимания и это вот часть нашей жизни вот вопрос теперь больше по вашей работе у вас очень ваш опыт бизнес среде да вы я даже не знаю вот у вас очень огромные кейсы до перечислять вот это все не стоит больше тогда тяжело да и мой отец даже не понимает чем я занимаюсь но вы не были замечены то есть в госслужбе это ваше ваше решение или вас не приглашала у нет я помню не мне приглашали предлагали ну спрашивали чтобы я хотел по началу мне было интересно пойти в государственную службу действительно сделать какие-то изменения ну вот как бы либо вселенная защищала так как-то говорила ну не стоит там либо вот был момент я прямо уже думал пойти за министром минздрав да это тоже интересно ну там же и не все прям здравоохранение что там есть элемент развития да там развитие потом есть там компания связанные вот наведение порядка в части закупок там тендеров и меня хотели туда предложить я помню я ходил на встречу даже собеседование думал но в итоге как бы мы не сошлись видимо да и не то это не получилось но потом слушая вот коллег которые пошли все такие госорганы которые работают но я что с ними работаю всегда потому что создание благоприятной деловой среды она требует постоянного общения с государственными органами потому что они как бы носители исполнения законов и ты сталкиваешься с этой большой машиной она очень неуклюжая потом во вторых правая рука не знает чем занимается левая рука правая нога одна идет назад другая идет вперед то есть вы таким знаете сталкивайтесь как-то нормально не функционирующему орган системой потому что и туда идти стать там скажем мизинчиком до каким-то от которого практически ничего не будет зависеть но при этом ты все равно становишься частью этого органа я знаю что вот даже недавно разговаривал с знакомым который работает тоже пошел работать госорганы ему приходится поддерживать позицию государства по которой у него личное стопроцентное несогласие представлять вот как я могу вот ну я знаю что это неправильно а ему приходится когда это правильно надо так делать и вот он как-нибудь году это это в это кошмар значит вы просто слишком неудобный и своенравный день ну я-то буду открыто говорить я же вот кто меня знает я всех вот этих публичных местах я но я никогда знаете я только мои высказывания всегда говорят я всегда либо оспариваю либо ставлю под сомнение решение принятое государственным органом личностно никому никакой приязни нет никому ради бога пусть будет этот но решение которое они принимают как государственным органом я это всегда только оспариваю и вот меня я не знаю я не говорю что я умный такой но я всегда любые решения принимаемые они должны быть обоснован и люди должны думать что на популизме одном не выйдешь там там да давай там это да давай а завтра люди без работы останутся вам это надо кто за это будет ответственности да давай увеличим там налоги на этих ну во первых все налоги всегда входят стоимость продукции это все должны давно понять вот увеличите налог на мукомольную ну на хлеб подорожает все кто-то говорит а в бюджет деньги поступать ну потребители же будут платить больше зачем это ну как бы вот там такая знаете у всего есть логика всегда есть анализ всегда есть расчеты но к сожалению сожалению по сегодняшний день мое наблюдение таково что решение принимаются не на основе расчетов и анализа а на основе что сегодня популярно популизм но тут как бы да идти как бы по вень там под требование каких-то популистов либо это просто сказать что-то сожалению это наша реальность до данной но может быть и так поговорим хорошо спасибо всем добрый день это ответственность любого сегодня взрослого человека делиться и передавать если мы как общество и как страна хотим быть успешными и хотим достичь чего-то то именно такого рода общение между поколениями должно быть на постоянной основе я благодарен что существует очень много разных площадок где сегодня приглашают уже практиков людей прошедших определенный профессиональный путь имеющий за спиной определенный жизненный путь для того чтобы зажечь молодежь для того чтобы рассказать о существующих ориентирах и возможностях в этой жизни ну я за последние двенадцать лет наверное в общем я считаю где-то ну тысячи пятьдесят наверно где-то повстречал да ну разного рода в разной форме либо это лекции в университете либо это встреча с молодежи в регионах либо это тренинги либо это какая-то телевизионная передача которая ну я не знаю поговорил есть отдельные ребята которые не стесняются и пишут мне напрямую и я всегда рад ответить потому что я думаю что не должно быть сожалению многие молодые ребята стесняются либо боятся написать а есть такие смелые я готов что есть такое спасибо вам за интересную беседу удачи вам дела спасибо вам большое